Привет всем! Внезапно наступившая осень не дает нам права расслабиться и перестать делиться с вами такими новостями, как ненасытный мозг-вампир, ядерный сканер для молока и депрессивные противоположности. Подробности далее. Довольно долго считалось, что ключ к развитию человеческого разума заключается в росте размеров мозга. Но исследователи из Южной Африки и Австралии опровергли это предположение. Дело в том, что размер мозга в ходе человеческой эволюции возрос примерно на 350%. А вот кровоснабжение мозгу увеличилось на 600%. Из-за необходимости мозга создавать все более энергоемкие связи между нервными клетками, обеспечивая тем самым эволюцию сложного мыслительного процесса усвоения информации, возрастала потребность в кислороде и питательных веществах, которые обеспечиваются притоком крови. Два отверстия в основании черепа позволяют направлять кровь от сердца к мозгу. Диаметр этих отверстий соответствует возможностям артерии по кровоснабжению. Отследив изменения в размере этих отверстий у наших предков, исследователи сумели проследить эволюцию человеческого разума. Ученые Института физики Казанского федерального университета трудятся над созданием первой в мире мобильной установки для сканирования молекулярных свойств крупноразмерных объектов методом ядерного магнитного резонанса ЯМЭР-сканера. Он может не только мгновенно выдавать заключение о свежести продуктов и соответствии их стандартам качества, но и сигнализировать о допущенных нарушениях в технологиях изготовления различных продуктов и материалов. Поместив ЯМЭР-сканер, к примеру, на трубопровод, можно в режиме реального времени отслеживать качество транспортируемой нефти или воды. Если принять во внимание, что лабораторные исследования пробы черного золота из трубопровода занимают от нескольких часов до суток, то выгода становится очевидной. Специалисты Новосибирского государственного университета провели исследования с целью выявления коррелятов симптомов большого депрессивного расстройства и генерализированного тревожного расстройства. Как выяснилось, корковая активность мозга при этих заболеваниях противоположна. При этом абсолютное большинство пациентов с депрессией, до 95%, страдают и от тревоги. Согласно данным генетических исследований, на предрасположенность к обоим заболеваниям влияют одни гены. В то же время новосибирские ученые установили, что депрессии и тревожные расстройства различны. Так было установлено, что тревожность связана с гиперактивной системой контроля внимания, а депрессия со сниженной реактивностью когнитивных систем мозга. Это были самые сумасшедшие новости науки на сегодня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова